Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире Народной Волны с Игорем Цесарским. Так и есть, в прямом эфире Народной Волны, радиоблог с Игорем Цесарским. Здравствуйте, Игорь. Добрый день, Серёжа. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Для начала я позволю себе сделать анонс. Буквально завтра, скорее всего, даже нет, не завтра, а послезавтра, появится наша беседа с известным писателем Эдуардом Тополем. И те, кто следит за публикациями в «Континенте», наверняка не пропустили его две последние статьи, вызвавшие большой резонанс. И наверняка этим же читателям и слушателям будет интересно встретиться с Эдуардом в эфире. И это произойдёт в ТВ-клубе «Континент». А ТВ-клуб «Континент» расположен этот подкаст на Ютубе. И вы легко найдёте его. Если вы ещё ни разу не были, то предлагаю зайти, подписаться. И не пожалеете, там очень интересные люди. И в частности, сегодняшний мой собеседник – это тоже частый гость ТВ-клуба «Континент». Желанный гость. И у меня есть хорошая возможность. Сегодня нашлось время, и я познакомлю с этим человеком вас, как говорится, прямо сейчас. И это Андрей Андреевич Знаменский, профессор университета в Мемфисе, это штат Теннесси, профессор истории. И, вот, я могу сказать, единомышленник, замечательный товарищ. Добрый день, Андрей. Добрый день, Игорь, добрый день. Вот, рад был пригласить тебя. Взаимно рад быть на вашем канале. На «Огонёк», на «Народную волну». И вот, в частности, радиоблог, где действительно происходят встречи с очень интересными людьми. И вот одна из этих встреч у меня сегодня. Итак, несколько слов, может быть, буквально о себе и о той книге, которая, в общем-то, в центре внимания сегодняшнего разговора. Но не просто о книге, а о том, как она пересекается с событиями вот этих последних, может быть, нескольких даже месяцев. Хорошо, Игорь. Ну, я не буду утомлять наших слушателей большим рассказом о себе, а просто несколько слов скажу, чтобы иметь представление, что я и кто я. Я историк по образованию, родился в Самаре, аспирантуру окончил в Санкт-Петербургском, Ленинградском тогда пединституте, защитил кандидатскую диссертацию. Причём по американским индейцам. Я американец со стажем, можно сказать. Приехал в Америку в 1991 году, и здесь вторую диссертацию защитил Игорь. И тоже по индейцам. Я жил среди индейцев в Аляске, да-да-да. Вот, и с 1997 года я работал в университете Алабамы, штат Алабама. А в 2008-м сюда вот приехал штат Теннесси, где я по сей день работаю, здравствую, и вот наслаждаюсь тем, что пока у нас этот штат свободный, без бунтов пока ещё существует, без больших. И красный. И красный пока, да-да-да, красный, да. Вот, ну хорошо, и всё-таки было много публикаций, был и есть подкаст, было много выступлений в прессе и вот на ТВ-экранах и так далее. И вот из новинок, я так понимаю, вот эта книга, о которой я, в общем-то, уже знаю, может, ты её покажешь и расскажешь, собственно говоря, о чём там речь и как это сообразуется с тем, что сегодня у нас происходит. Вот, дорогие друзья, я не думал, не гадал, что работая над этой исторической книгой, называется она, видите, на английском, конечно, вот, может быть, русский перевод будет, я веду сейчас переговоры, она выходит в январе вот следующего года, совсем скоро, она называется «Социализм как светская религия. Глобальная история». Здесь, вот смотрите на обложку, здесь по обложке увидите, что это будет палитра, это палитра, это срез с нашего XX века, в котором мы жили, а также переход в XXI век. Здесь вы увидите, конечно, наряду с такими сентенциями моими по поводу страницы из жизни Маркса и Энгельса. Вы также прочитаете о кибутцах в Израиле, как и почему они возникли. Интересные, я думаю, истории. Также вот будут здесь представлены разные представители славных стран, таких как Зимбабве, Ангола, Мозамбик, и как они с ленинизмом тоже дружили. Будет также национал-социализм немецкий, там тоже интересная глава есть. Будет там сталинский национал-большевизм и много-много всяких ништяков интересных. То есть я, как автор, рекомендую. Но, дорогие друзья, не думал, не гадал, что, работая над этой книгой, у меня будет такой выход на то, что сейчас с нами происходит, друзья. Вот одна из глав у меня посвящена Китаю, Маисскому Китаю. А одна из последних глав этой книги, что сейчас происходит в Китае. И вот я сейчас опять возвращаю назад вам свое лицо, буду уже говорить лично. Работая над этими вот главами, одна по маоизму, что там было в 60-70-е годы, казалось, глубокой историей. И то, что сейчас в Китае происходит. Я убедился, что мы сейчас проходим некоторые вещи, которые прямо имеют отношение не только к Китаю, а к тому, как Китай присутствует на нашей сейчас в арене политической внутри Америки. Вот все мы знаем, конечно, что Леонид Ильич Байден, как я его называю со своими друзьями, которые сейчас демократы хотят активно к власти привести, у него большая дружба с Китаем. Они через его сына получили доступ к уху Байдена. Они ему предоставили хорошие возможности играть на китайском рынке. И самому Байдену, его сыну, мы знаем, что там не только миллионы долларов были, а там миллиарды долларов были задействованы. И, в общем-то, все это на слуху у тех, кто может, хочет читать. Я не имею в виду, конечно, наших там друзей, в кавычках, демократов, которые страшно удивились, вот по вопросам общественного мнения, что, оказывается, сын Байдена что-то там замутил с Китаем. Что взятки брал, и что китайские спецслужбы хотели достичь вот тела Байдена. И даже оказалось, что 9% из них, вот этих людей, у которых, как оказалось, одна извиняется в мозгу, они говорят, а если бы мы знали вот об этих злоупотреблениях, мы бы не голосовали за Байдена. Ну, поезд, как говорится, ушел. Нас интересует, в общем-то, как это скажется все на нас, внутри Америки. И вот здесь, в процессе своего исследования, я массу для себя таких открытий сделал. И прежде всего такое открытие, что во время президентских выборов, сейчас, 3 ноября, даже перед 3 ноября, были мобилизованы Китаем, китайскими спецслужбами, а также маистскими организациями, они себя по-разному называют. Называют там марксисты-ленинцы, называют маистскими партиями. Но все они объединены вот в такую интересную организацию, я вам покажу, все маистские группы, которые Китай поддерживает. Она называется Freedom Road Socialist Organizations, то есть социалистические организации «Дорога к свободе». Вот смотрите, такой логотип у этой организации. Это как бы такая, ну, большая палатка, big umbrella, которая под себя там их всех подмяла. Что же они действовали, что же они делали во время этих выборов, даже до 3 ноября? Они-то вот и занимались этим сбором бюллетеней, которые в массовом порядке высылались. Они их заполняли, они заполняли туда их фуфловыми этими адресами. То есть была мобилизована масса своей кампании активистов, левых радикалов, которые готовы были на все пойти, врать, подделывать бюллетени для того, чтобы что сделать? А сделать то, что было сделано. Они знали, что вот эти вот штаты, такие как Аризона, именно там вот эта организация мобилизовала своих активистов, Джорджия, именно там организация мобилизовала своих активистов. В Пенсильване, Висконсин и Мичиган, у них большое там было поле для деятельности. Они знали, что в этих штатах, да, будет 50 на 50, что там все будет решаться вот этими там 9-10 тысячами голосов. И они вот делали то, что было сделано, что сейчас вот эти уши вылазят, что мы увидели у Руди Джулиани во время его пресс-конференции, когда там люди выходили и говорили. Вот знаете, мы даже много не трудились, но Выборг показала, что масса у нас бюллетеней с какими-то фуфловыми, извините за выражение, адресами. Когда вместо личных адресов указывается или адрес Макдональдса, или адрес какого-то завода, или почтовый ящик. То есть это заведомо люди не хотели светить свои адреса. Потому что по закону ведь в Америке даже бездомный, если захочет голосовать, он в принципе может указать там, у меня там машина Бьюик, которая стоит в парке там, в таком-то, в таком-то, а я живу в этой машине, там приписать. То есть это можно, против него никто не будет высказываться. Но тут заведомо люди врали. Значит что, заполняли, видимо, десятки, а где-то и сотни, мы сейчас пока не знаем этих бюллетеней. И они, между прочим, хвалятся, что они занимались вот так называемым «harvesting bulletins». То есть они как бы урожай этих бюллетеней собирали. Мы же знаем, все знают у нас, особенно кто в Калифорнии живет, в Орегоне, в Вашингтоне, где традиционно по почте люди голосуют. Там просто высылали эти бюллетени кому попало. Используя адреса, там зарегистрированы люди какие-то во время предыдущих выборов, умершие, а часто еще по второму кругу высылали бюллетени. Вот эти вот пустые бюллетени использовались, и таким образом шло это голосование. Вот таким образом еще заранее, до 3 ноября, была масса послана этих бюллетеней. А там еще после было послана. Вот сейчас мы будем, как мы будем этот завал разбирать, я не знаю. У меня просто ответа нет, Игорь. Почему? Потому что их, это токсичные такие бюллетени, они их раскрыли, их забросили в систему, их уже в электронные данные перевели. И как сейчас проверить? Все уже уничтожили бумажные носители. А у нас только электронные носители одни остались. Понимаешь, какая вещь там. То, что вот это... Ну как, действительно, как сверить те же подписи и так далее? Ты знаешь, когда ты рассказывал, у меня неожиданная мысль пришла, вот я хотел бы ее озвучить. А вот, ну, где-то получается, что Байдена назначили китайцы. Ну, в какой-то степени, да? Можно так. Продвигали его, продвигали, да. Мы об этом будем говорить дальше. Продвигали. А вот как ты думаешь, сделали бы они ставку на того же Сандерса? Нет, не сделали бы. Нет, почему? Я скажу почему. Потому что Сандерс социалист, действительно, он демократический социалист. А потому что он непредсказуем. Потому что это отморозок, но это американский отморозок. Он такой коренной, да. То есть вот так к нему подойти. Видите, дорогие друзья, это фактом остается то, что как бы мы плохо не думали о Сандерсе, но он не был так куплен китайцем. Не было у него вот этих связей. И не было связей у... Вот я должен опять сказать тоже. Не было связей у Сандерса, таких как вот, например, у Камала Харрис. Вот у Камала Харрис муж, господи, как его зовут там. Ладно, не буду время отнимать там. У меня имя его здесь. Ну, все понимают о ком речь. Да, да, да. Вот ее муж-адвокатка 30 лет продвигал интересы китайских государственных компаний на американском рынке. Муж Камала Харрис. Вот. Такого за Сандерсом не замечено. Не будем врать. Вот. Поэтому, да, да. Он, конечно, по большому счету, ну, где-то косвенно выгоден. Потому что он, конечно, для китайцев лучше, чем Трамп. Потому что Трамп объявил войну Китаю. Ну, Трамп, ну. Да. Сравнивать даже не надо. Это да. Ну, смотри, вот если брать Байдена, то получается вот эта коррупционная составляющая, она дает возможность вот этой уже, можно ее так же супердержавой назвать вполне. Конечно. Она может манипулировать и продвигать действительно свои интересы. И Трамп, который позволил себе каким-то образом в это дело влезть и вот в эти четыре года каким-то образом ограничить это влияние китайское и привести как-то к более-менее какому-то знаменателю нормальному и экономические какие-то взаимоотношения и так далее, то сейчас, если приходит вот эта вся как бы банда и четырех пока, то еще что с ними, то что же будет, Андрей? А будет то, что было вот при Обаме и что ранее было еще? Почему? То будет что? Продвижение опять китайских государственных компаний на американский рынок. Вот тут часто жалуются, между прочим, говорят. Вот Трамп негодяй, он как бы ограничивает свободу конкуренции, начинает там какие-то якобы тарифы увеличивать. А ведь, по сути дела, он прав. Почему прав? Он наоборот говорит, а давайте мы равные правила игры установим. Давайте соревноваться. Вот у вас частные компании, давайте частные компании. А почему у вас государство всегда поддерживает эти компании? Почему? И ведь вот часто наши русские слушатели, особенно кто в России, они не представляют, что такое современная Китай. Нельзя же забывать, что Китай, да, он не маоистский Китай, да, это не сталинизм. Но по своей экономической структуре он напоминает больше такую, ну, национал-социализм в Германии, когда частная собственность существует, да, где-то в небольших количествах, но она под сильным контролем государства. Я бы назвал вот современный Китай, это национал-социалистический, и он где-то ксенофобский даже режим, я бы сказал. Они ненавидят Запад страшной ненавистью, социалистическая идеология там существует, но она, в отличие вот от 60-х годов, когда был маоизм в Китае, нынешняя китайская социалистическая идеология, она завязана на сильный китайский национализм. Она как бы перемешана с конфуцией. И не надо, друзья, обольщаться, когда мы слышим там вот Алибаба, там такой, хорошая фирма, компания вроде частная. Нет, ребята, она не частная компания. Алибаба, глава Алибабы, член коммунистической партии, и назначает его спецслужбой коммунистической партии Китая. И все вот эти крупные компании, они все контролируют спецслужбы. Спецслужбы их сюда продвигают. Как это делается? Это делается очень просто. Вот мы знаем, например, что в Америке существует, как везде, консульства какие-то китайские. Вот это первый такой, первый эшелон действий. Консульства китайские в Америке. Может быть, слышали вы где-то? Три месяца назад, или даже лучше сказать, точно не помню, по-моему, июль или август вот этого года было закрыто консульство Китая в Хьюстоне. Их просто за руку поймали. Они занимались шпионажем промышленным. Ну ладно, черт с ними. Но есть китайские... Да, ну ладно, я просто уже... Ну да, да. Ладно, все занимаются промышленным шпионажем, я поэтому сказал. А теперь вот еще есть консульство в Сан-Франциско, в Социалистической Республике Калифорния, где левые уже 50 лет рулят. Чем занимается вот этот консульство? А вот этот консульство уже напрямую занимается таким идеологическим влиянием. Вот в той же Калифорнии есть такой прогрессивный китайский альянс. Он действует от имени вот этого консульства. А с ним в открытую опять действует наша дорогая организация. Социалистическая организация Freedom Road. Вот это три такие опять сестры здесь. Китайский консульство, прогрессивный альянс китайский. И вот эта вот организация. Вместо они делают. И, кстати, наша дорогая Камала Харрис, она тоже с этими друзьями близкие отношения поддерживает. А сколько добровольных помощников в виде студентов, которые в том числе есть и студенты с американским гражданством, но лояльные Китаю. Есть и те, которые приезжают сюда учиться и тоже с двойным как бы... И я вот, Игорь, перебью тебя. И что-то спаровать, да? Можно перебью, пока вы себе не забыл? Вот ты упомянул то, что я чуть было не забыл. А нашим слушателям надо об этом знать, и я это озвучиваю. Сегодня в Китае учатся 370 тысяч... Сегодня в США учатся 370 тысяч китайских студентов. Это очень большое число. И я не думаю, а уверен, что сотни из них, а может быть и тысячи, завязаны на китайских спецслужбах. А то, что их местные какие-то китайские парткомы, об этом я сейчас буду говорить, тоже контролируют, я по собственному опыту знаю. Я никак не забуду, где-то 2 года назад я в своем курсе лекционном, который я читал по европейской истории, и у нас там что-то зашло случайно о Китае. И я начал критиковать китайскую компартию и спросил мнение студентов, что они думают о нынешнем китайском режиме. И как-то, ну, сдуру спросил, у меня там 3 китайских студента было. И смотрю, они пришипились, они вот так сидят, и главное, они не на меня смотрят, а они смотрят на других китайских студентов. И я думаю, что такое? Потом меня уже осенило. Да-да, я же забыл, я долго уже в Америке прожил. Я забыл, как это у нас было в Советском Союзе. Но, Игорь, самое интересное, где-то через неделю я столкнулся с одним из этих студентов в коридоре, и он тоже опять пришипывшись, как-то наклонился ко мне, говорит, доктор Зи, так они меня называют знаменский, доктор Зи. Ну, вы поймите, мы не уверены, там, может быть, за мной следят, а он думает, что я за ним слежу. Поэтому мы стараемся не говорить. Ну, я уже не стал расспрашивать. То есть, видите, вот боязнь такая есть. Даже здесь, в Америке? А как? Почему? Кого боятся? Еще одну информацию нам интересно будет узнать. Оказывается, существует в Америке 67 так называемых институтов Конфуция. Это легально созданные организации при американских университетах. Я повторю, легально. Они спонсируются китайской коммунистической партии. Они дают, как бы, деньги университету на открытие института Конфуции для пропаганды китайской культуры, дружбы между Америкой и Китаем. Так вот, преподаватели и директора этих институтов Конфуции назначаются китайскими службами коммунистической партии Китая. И вот они-то, видимо, следят за этими студентами. Трамп, между прочим, закрыл все эти институты. И я думаю, Байден, если придет, он указ Трампа издал. Все еще 67 институтов, надо закрыть их. Закрыли сейчас. Но я думаю, их опять откроют под лозунгом культурного сотрудничества. Андрей, единственное, как надежда всегда умирает последней, мы до голосования выборщиков вообще-то только так гипотетически можем говорить о том, что президент сменится. Все-таки мы рассчитываем, что все те усилия адвокатов и команды Трампа, они дадут какой-то эффект. Я уверен. Но мы, с другой стороны, реалисты, может быть, и другое тоже. Поэтому, вот когда ты говоришь те вещи, в принципе, они, на самом деле, это страшные вещи. Потому что мы подпадаем под пяту такого противника. Скорее всего, даже аналога нет. Да, и ты знаешь, Игорь, все эти, как говорится, дурацкие, как говорится, понты этого кремлевского карлика, они кажутся шуткими детскими по сравнению с тем, что можно ожидать от Китая. Понимаешь, какая вещь? Тот может показывать мультяшки вот эти все. Да, мультяшки. Да, пыжиться, что-то из себя строить, но это все, конечно, конец. Понятно, но с другой стороны, реально он только может что-то творить и делать либо вот на своих границах, либо где-то вот влезая в ту же Сирию и так далее. Это тоже опасно, это тоже враждебно и так далее, но экспансионизм Китая, это куда более... Не шутка, нет, нет. Притом, китайцы, мы знаем, они терпеливые люди. У них же принцип такой, они никуда не торопятся. Да, да, это стратегия Сун-Дзи, да, помнишь, войну вести как-то, из Мором, да, там, осады длительные. Да, 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 у них они на сотни лет рассчитывают, поэтому, ну, Тайвань сегодня так, ну, хорошо, завтра, пожалуйста, тоже, послезавтра. Все равно они имеют в виду, что, ну, что произойдет, так же, как и с Гонконгом. Вот, кстати, о Гонконге, они же ведь не на шутку испугались, когда Трамп действительно поддержал вот эти протесты в Гонконге. А помнишь, ведь протестанты в Гонконге, они шли на демонстрации с американскими флагами. Да. Да, да, да. Он поддержал Тайвань, он просто обрушил такую, ну, мощную, повел идеологическую волну против Китая. Да, и у них там разрыв мозга начался, да. Ну, конечно, потому что, в принципе, они не ждали, что кто-либо влезет вот в такие большие и политические, и экономические моменты. Ну, хорошо, у нас вот так вот незаметно за разговором первая часть прошла, сейчас мы на несколько минут уйдем на рекламу, а далее продолжим, и если кто-то из слушателей захочет задать Андрею Знаменскому вопросы, то милости просим. А сейчас реклама. Люди, о которых говорят и которых с удовольствием слушают. Настоящие профессионалы и интересные собеседники. В прямом эфире «Народной волны» с Игорем Цезарским. Продолжаем нашу программу. Напомню, телефон студии 847-400-5200. И, Игорь, у нас есть звонок, если ты не возражаешь. Да, единственное, я напомню, что сегодня с нами Андрей Знаменский, профессор университета в городе Мэнфис-Теннесси. Слушаем вас, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как говорится, песня «У революции мертвых душ есть начало, у революции мертвых душ нет конца». Представители Китая, Евросоюза, Ирана и Единбатии США говорят о успешности проведенных выборов. И, действительно, Байден и Харрис находятся в шаге от Белого дома. И, к сожалению, наш Трамп тоже признался в том, что через две недели он, возможно, признает свое поражение. Вот. Скажите, пожалуйста, если они уже как бы уверены в победе, в своей победе, я имею в виду демократы и их спонсоры китайские, то для чего им нужно продолжение вот этой пандемии и ношение масок? Или они хотят масками закрыть нам рот, чтобы отменить первую и вторую поправку в Конституции США? Спасибо. Спасибо за вопрос. Андрей, пожалуйста. Хорошо. Тут, в общем-то, ответ будет однозначен с моей стороны. Помните такую поговорку или присказку «разделяй и властвуй». Поскольку я не думаю, что демократы, левые, либералы, они уверены. Пока власть они не захватили, они не уверены. Поскольку все вот эти нарушения, которые делались, и сама активность, которая сейчас развернулась со стороны правых, республиканцев, вот это бумеранг, естественно, возмущение этим нарушениям на выборах, они их испугали. Они пока еще, их база социальная не представляет, какое вот это движение сейчас разворачивается. Но их активисты, вот эти пропагандисты, они, кстати, очень хорошо это знают, и поэтому они сейчас торопятся. А ковид нужен для того, чтобы людей как раз держать дома, чтобы они не выходили, понимаете? Тут же как? Эта истерика по поводу ковида, она однозначно с самого начала была выгодна демократам, а пока власть они не взяли, они будут по полной программе разыгрывать этот ковид. Однозначно. И когда уже они убедятся, что власть в их руках, тогда вот они, может быть, подождут, две недели скажут, вот видите, Байден пришел и ликвидировал вот эту пресловутую корону. Вот так вот они сделали. Да, есть такой момент. Хорошо, у нас есть звонки, попробуем принять. Добрый день, слушаем вас. Добрый день, спасибо за вашу передачу. У меня вот такой вот вопрос, и, может, маленький комментарий. Но вопрос, собственно говоря, такой. Мы знаем все, что был очень известный израильский, скажем так, разведчик, или шпион, который был осужден в Америке и сидел много-много лет. А не может ли вы привести данные, сколько китайских этих злошных шпионов было поймано? И второй вопрос. Насколько я слышал, долг Америки перед Китаем за время президентства Трампа возрос почти в полтора раза. Прокомментируйте, пожалуйста, это. Спасибо за вопросы, Андрей, пожалуйста. Хорошо, но по поводу китайского шпионажа, здесь нужно иметь в виду то, что такие службы, как ФБР и ЦРУ, они, конечно, выполняют прямой государственный заказ, что им прикажут, то они и делают. Например, когда была БАМа власть, естественно, большой работы по китайцам не велось. Приходит Трамп, и он уже начинает воевать, даже со своими спецслужбами, особенно с руководством. И тут среднее звено этих служб начинает подтягиваться. Вот тут мы видим уже, даже по сообщениям прессы, начались активные кампании против китайского шпионажа. Вот то, что я уже сказал, закрытие консульства летом китайского, это уже один удар был по китайскому шпионажу. Потом у этой Дайана Файнстайн, вот эта вот конгрессменша, помните, такая демократическая. Вот ее, кстати, личная секретарь тоже оказалась китайским шпионом. Вот, его тоже арестовали. А по числу пойманных китайских шпионов, я, конечно, тут цифру не назову, я ее просто не помню. Их нет, скорее всего, их нет просто в обращении, скажем так. Вряд ли они публикуются. Но я от себя добавлю, что аналогичное, похожее преступление, которое, в общем-то, приписано Поларду, совершил шпион южнокорейский. Ну, и получил он, что вы думали, пять лет. Вот это я сам, помню, читал. Пять лет, да. И мне очень, очень мне вот эта, как бы, разница между тем и тем очень сильно понравилась. Игорь, тоже хочу все-таки продолжить ответ, ответ прямой вот на вопрос нашего слушателя. Еще было арестовано пять преподавателей университета, которые получали деньги от китайского правительства за кражу каких-то технологий, биологических или технических. Причем в Китае сейчас существует специальная программа, она называется, ну, можно так сказать по-советски, «Алло, мы ищем таланты». А если уж конкретно говорить, она называется «Поиск талантов» эта программа, да, в переводе с китайского. То есть они привлекают и зарубежных, и зарубежных иностранных ученых, и китайских ученых, которые живут за рубежом, специальными деньгами привлекают, чтобы они работали на китайскую державу. Вот, и тысячи людей на это подписались, получали деньги, причем у нас вот в университете, сейчас даже вспомню сейчас, университет Вандербильда, по-моему, да, там арестовали одного химика, он причем две зарплаты получал, одну у себя в университете, а другую в Китае. Вот за это его, не за шпионаж, причем ее судят, а за то, что он как бы вот, ну, зарплаты и не декларировал вторую китайскую, она как бы черная не ушла. Да, понятно. У нас есть звонок, попробуем принять его. Добрый день, слушаем вас. Неужели, если дело дойдет до Верховного Суда, неужели Верховный Суд не учтет вот эти безобразия Байденом, в принципе, не только его, да, сыном, сыном, сыном тут, ладно, ни при чем он не выбирается, Байденом. Плюс все вот эти махинации в выборах, и то, что американский народ не должен этого простить. Если это простится на сегодняшний день, махинации при выборах, то когда какая же будет вера у народа, и этот человек Байден в Белом доме, нет ему места там. Спасибо за ваш звонок. Ну, Андрей, можно ответить? Совершенно верно. Я согласен с нашим слушателем. И прежде всего в чем? В том, что надо тут однозначно к этому подходить. Это даже не вопрос республиканцев, демократов, а вопрос честности, прозрачности выборов. Даже бы, если по-хорошему говоря, если бы я вот был, скажем, каким-то демократом, и если бы я ничего не делал в плане нарушений, я бы был прямо заинтересован в том, чтобы меня просветили, и чтобы доказать людям, что мои выборы, на которых я победил, были честные. Но мы не видим с той стороны такой заинтересованности. Есть, наоборот, желание скрыть, покрыть и сказать, давайте все проходите. Вот что настораживает. Значит, есть что скрывать любому нормальному человеку. То есть, шапка на ком-то там горит. Конечно, да. Есть такое выражение. У нас есть еще звонки. Добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемый Андрей, скажите, пожалуйста, слышали ли вы что-нибудь о такой информации, что в Давосе мировые глобалисты решили как бы устроить такой небольшой переворот во всем мире и построить Большой Советский Союз на всем земном шаре так, чтобы элита жила за Кремлевской стеной, а все плебеи жили в таком же примерно состоянии, как мы в Советском Союзе, но только еще хуже. Без имущества, без денег и полной власти ее величества элиты. Знаете ли вы что-нибудь об этом? Спасибо большое. Да, конечно. Извини, Игорь. Ты хотел как бы... Не-не-не, я как раз... Да, я знаю об этом, я читал об этих теориях, но я просто не хочу вас обидеть как-то, но я все-таки не верю в теории такого вот заговора, что сидит какой-то там наверху Сорос или клуб в Давосе, и они всем вот рулят там. Вы знаете, вот ужас, ужас, я повторяю, ситуация заключается в том, что у нас внизу на земле, на местах, есть масса каких-то организаций, масса каких-то отморозков, которые хуже, лучше этого Давоса, они все могут организовать. Это вы понимаете? Это речь идет о чем? О том, что сталкиваются какие-то интересы. Да, тут и Давос есть какой-то там интересы вот этих глобалистов, но не от них же все зависит. Вот если я вам скажу, дорогая слушательница, вот смотрите, у нас в Америке есть 52 миллиона людей, которые живут на социалке. Просто 52 миллиона людей. Многие из них лежат на диване, они не хотят вообще голосовать, просто хотят получать. А другие идут голосовать, чтобы поддержать тех, кто им дает вот эту вот, извините за выражение, такую титьку, чтобы сосать, государственную титьку там. Они лучше всякого Давоса нам могут переворот организовать, силу своего присутствия. Или те же нелегальные иммигранты. 22 миллиона сейчас у нас, вот им товарищ Байден хочет дать гражданство. Амнистию и не только Амнистию, а всем еще потом гражданство, которое повлияет уж на выборы кардинально. Окей, у нас еще звонки, попробуем принять их. Добрый день, слушаем. Здравствуйте, у меня такой есть вопрос. Кстати, много людей, которые присутствовали на выборах в виде нарушения, они сидели в истории под ФД, под пеку, под оцветлой. И суды несостоящие, они отвергли их. И вот сейчас будет дело передаваться в состоящий суд, в конституционном суде. И получается система такая, что уже в Америке, если дать свидетельство после этого, это уже абсолютно ничего не значит. Но тут против того, ворок. И получается, даже наши воры, голубь, что диверс, табаклятор, это уже ничего. Я не могу это понять. Люди свидетельства, за это их могут посадить в тюрьму, если они лгут, до 5-6 лет. Но суды спокойно отвергают, говорят, мы ничего не знаем. Непонятно. Хорошо, спасибо за ваш комментарий. Ну, Андрей, если ты хорошо расслышал, то можешь... Да, я частично, я плохо слышал, но я частично первую часть вопроса услышал. Почему нижестоящие суды это отвергли? Ну, во-первых, надо иметь в виду, что вот те люди, которые отвергли, там, да, одна была среди них республиканка, а все остальные это были назначенцы Обамы, вот. Но дело даже не в этом. Я думаю, в общем-то, то, что иски сейчас отвергли низовые суды, это, в общем-то, даже будет где-то даже лучше, потому что сейчас прямая возможность все эти дела объединить и передать в Верховный суд, и именно сейчас дорога будет в Верховный суд идти. А по поводу того, что как этими нарушениями не занимаются государственные организации, да, это так, к сожалению. Почему? Потому что личный состав того же ФБР под большим влиянием демократов находится, и находился, и находится. Но сегодня вот утром поступила приятная новость, что ФБР, наконец, заинтересовалась этими нарушениями в Джорджии, которые вот материалы были собраны республиканскими организациями, и вот эти офицеры ФБР, они затребовали эти материалы. Будем надеяться, что может что-то из этого получится. Но они бы еще через два месяца заинтересовались, когда бы было вообще замечательно. То есть, ну, учитывая, что времени остается буквально на рассмотрение какие-то там дни, часы, они в это время объявляют и тем самым... То есть, я как-то вот очень скептически отношусь. Другими словами... Хотя, конечно, приятнее такие получать информационные сообщения, нежели о том, что очередной какой-то нежестоящий суд отфутболил, даже не рассматривая по существу те вот какие-то данные, какие-то факты предоставляемые. Ну, Игорь, я могу добавить тут что-то быстренько. Надо иметь в виду, что все и суды, даже те же, и те же спецслужбы, это как бы срез наше общество. И внутри тоже ведь там идет борьба. Там есть и сторонники демократов, и республиканцев. Вот это надо учитывать. Что касается спецслужб, хорошо, если они будут заниматься расследованием, а не попыткой покрыть то, что происходило, что уже имеется в портфолио у них. А что касается судов, мне вообще кажется, что это такая тактика была избрана с тем, чтобы подавать иски, которые не подкреплены доказательствами стопроцентными, с тем, чтобы этот процесс происходил как можно скорее, чтобы суды как можно скорее отбрасывали эти иски, чтобы по лестнице поднималось и дошло до Верховного суда. Я могу предположить это. Я тоже об этом говорю. Говорят, об этом писали. И есть такой момент, что утверждает, что это своего рода, да, такая, ну, я не знаю, стратегическая линия именно трамповских адвокатов, потому что если это бы увязло в судах низшей инстанции, то оно бы и увязло. А так оно более ускоренными темпами идет в Верховный суд. Есть такой момент. Хорошо. У нас есть звонки еще, Сереж? Пожалуйста. Алло. Добрый день. Когда идет борьба между двумя соперниками, которые равны примерно по силе, да, то эта борьба идет на одних и тех же правилах. Борьба же Америки с Китаями идет по разным правилам, по разным условиям. Вот смотрите. Америка, помогая другим странам, дает им взятки. Когда сюда шла толпа беженцев года или полтора назад, говорили о том, что вот Гондурасу дают 70 тысяч, этому самому Сальвадору 50 миллионов, Сальвадору 50 миллионов даем каждый год. Сколько из этих миллионов усваиваться, никто не знает. Так вот, Америка дает помощь другим странам. Китай поступает по другому правилу. Она строит заводы, строит дороги, строит электростанции и при этом посылает туда своих людей, рабочих, инженеров и так далее, которые там остаются и работают. Посмотрите в интернете, вы узнаете, что в Африке сейчас живет около 30 или 50 миллионов китайцев. Понимаете? То есть, тихим сапом Китай завоевывает весь мир. Америка же в этом вопросе проигрывает и проигрывает значительно. Недавно мой знакомый вернулся из Белоруссии и говорит, что в Минске, в аэропорту, каждый третий китаец. Когда Трамп заговорил о том, что он хочет купить это самое. Ну чего вы смеетесь? Не-не-не, все правильно, но это смешно, потому что действительно скоро китайцы будут опорой Лукашенко. Да-да, именно так. Так нет, так не надо про Белоруссию. Когда Трамп заговорил о том, что он хочет купить Греландию, да, у Дании, да, оказалось, что 20% самых выгодных, самых необходимых предприятий в этом острове принадлежит Китаю. То есть, Китай тихим сапом завоевывает весь мир. Вот как бороться с этим? Как остановить Китай? Это невозможно. Спасибо за ваш комментарий. Мы абсолютно согласны с тем, что вы вот замечаете. Андрей, как вот? Я опять же хочу согласиться не только на 100, а на 150% с нашим слушателем. Пожалуйста, услышьте все, кто сейчас вот слышал эту информацию. Она не просто имеет место быть, она точная информация. Вот даже по Африке я тоже читал аналогичное дело. Причем они подшаживают эти страны на долговую иглу, им дают какие-то кредиты и их таким образом на крючок зацепляет. А Америка, к сожалению, поступает, как бывший Советский Союз. Просто дает вот такие деньги там дружественным режимом. А что там, как, это непонятно. Они как осваивать там. Вопрос, как бороться против этого? У Трампа был простой ответ. До того, как мы примем решение, как с этим бороться, нам, во-первых, нужно все это разбазаренные средства прекратить. Вот этот Гондурас он прикрыл. Я это читал об этом. Гондураса больше нет. Я не знаю там, если у нас что-то будет после 20 января, там может его опять откроет этот Гондурас такой условный. То есть, ну вот тому же Гондурас помощь прекращена. Другим центрально-американским державам помощь прекращена. И африканским некоторым странам такие раздачи денег прекращена. Как их использовать? Мое чисто личное мнение я выскажу. Нужно просто поддерживать частное предпринимательство американцам каким-то, вкладывать деньги самим. И тоже так же приходить туда. Каким-то компаниям в эти африканские страны. Поддерживать частников и самим свои компании там устанавливать. И все. Ну, это хороший совет. С другой стороны, там уже есть эти колонизаторы. Вот это... Да, да. Вот будет колониальная война уже опять, да. Так, у нас есть звонок. Попробуем принять. Добрый день. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Да, алло, вот смотрите, вот по пункту страшное слово, дружба, муж Камалый. Вы знаете, у вас на сегодня такой пресненький процессор. Спасибо. До свидания. Что, что, что? Ну, Борисский очередное обострение. Таблетку с утра потерял. А, таблетку. Не-не-не, я, по-моему, понял, что слушатель имел в виду. Можно я прокомментирую? Да, было вот, что сказано, если я правильно понял. Что-то у вас сегодня пресненько, вот, в эфире. Мы говорили о чем? Мы говорили о Китае и говорим еще. Мы говорим об Америке. Мы Россию как-то побок оставляем. И я прощу прощения наших слушателей, поскольку, конечно, ну, своя рубашка часто ближе к телу. Я не обвиняю никого. Да, многих людей интересуются, что происходит в Белоруссии, что происходит в России. Не-не-не, Андрей, я тебя прерву. Тут совершенно другое. Другое, пожалуйста. Есть люди на леволиберальной почве, немножко сдвинутые. А, ну, это нормально, да, можно сказать. Это оттуда, не от того, что хотят. А, понял, понял, да. Мы свою тему уже продолжим. Осталось пять минут и примем звонок. Добрый день, слушаем вас. Добрый день. Откуда такая уверенность, что Верховный суд нет в футболе? Один Роберт, чего стоит? Да, Роберт. Никакой уверенности нет. Да, да. Нет. Просто мы за то, чтобы там рассмотрели, как это будет, мы не знаем. Мы не будем гаданиями заниматься. Это бесполезно. Однозначно. Даже страховой подвес уверенности не дает. Конечно. Так, у нас еще звонок. Добрый день, слушаем вас. Алло. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Одна реплика, короткая и короткий вопрос. По поводу Африки, между прочим, там же концессий много по разработке ископаемых у Китая. И там по статистике, которую я проверял, там заболевания китайским вирусом очень мало по Африке. Это первое. То есть рабы должны работать. А второй у меня вопрос по Плину. Вот сейчас наконец-то, так сказать, президент помиловал, но дело в том, что все равно на нем все равно висит, потому что судья, какой-то Салеван, по-моему, хотя иски все отозваны истами, он все равно удерживает дело и не закрывает его, потому что он хочет еще обвинять. Как это вообще может происходить, если уже решено? И с самими ответчиками. Так, нет, уже, по-моему, все это закрыто. Да, правильно, Игорь, да. Скажи, если... Потому что есть тут такая штука. Судья вообще непонятно, по каким соображениям длил этот процесс, когда уже он, по сути, это было уже мотивировано политически сто процентов. Но дело в том, что после помилования президента этот Салеван может сходить, знаете, в какое место. Я не буду говорить, но именно туда. Вот. Так что нет. Хотя это вызывает большой вопрос, как такие судьи, в принципе, у нас судят. Хорошо, у нас есть еще один звонок, но это последний, потому что буквально у нас пару минуточек. Попросим быть кратким. Добрый день, слушаем вас. Учитывая все происходящее, я верен в том, что Трамп будет переизбран на второй срок. Спасибо за ваш комментарий. Андрей? Что же, это очень хорошая концовка для нашей передачи. Давайте будем оптимистами, дорогие друзья. Да, и несмотря на все Киталии, да? Да, несмотря на всю китайскую грамоту, да. Хорошо. Ну, вот у нас есть буквально еще минута другая, и я бы хотел, чтобы ты напомнил, во-первых, и о книге, и, во-вторых, сказал подкаст, на который тоже я бы рекомендовал приходить, потому что там ты делаешь индивидуальные записи какие-то и так далее, и там тоже очень много интересного можно услышать. Так что буквально вот. Ну вот, пожалуйста, я хочу, дорогие друзья, озвучить то, что у меня есть свой канал, если у кого-то будет желание, здесь и на русском, и на английском у нас есть передача. Вот, смотрите. Он называется Magus West. Это канал моих видеоблогов, подкастов. Здесь на все, как говорят, разнообразные тематики культуры, политики. В основном, конечно, Америки. То, что нам близко. Пожалуйста, подписывайтесь, заходите на этот канал. А книга моя еще раз называется «Социализм. Как светская религия» на Амазоне будет доступна в январе. Пожалуйста, смотрите. Может быть, даже купите. Вот. А вам, дорогие друзья, я желаю всего хорошего. И напоследок, может быть, это прозвучит как-то локально, может быть, это прозвучит как-то неактуально для вас, но, на самом деле, не забывайте Джорджи, да-да. У нас, не забывайте за этими президентскими баталиями, то, что у нас сейчас еще более важная баталья идет. Это да. Да, не забывайте. Давайте поддерживайте двух республиканских сенаторов в штате Джорджи. Если мы потеряем сенат, все, Америке будет конец. Да, я бы сказал слово «кирдык». Кирдык, да. Но, тем не менее, мы надеемся, что все-таки этого не произойдет. Андрей, спасибо большое, что нашел время для этого эфира. До новых встреч в ТВ-клубе, на Народный и всего доброго. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова